Ребята, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. У нас, как всегда, инсинуации погодные. Как в Калининграде наступила календарная весна, так пришли морозы. Минус 7 еду сейчас. Едем на старый немецкий хутор. Я на своей машине, Тимур с Колей сейчас тоже там выезжают, подъедут. Большой хутор, 6 улиц было, много домов. Опорный пункт во времена войны. Так что находки должны быть разнообразные и интересные, друзья. А у нас март, минус 7. Вы представляете, 1 января 14 градусов плюс было. А сегодня 9 марта и минус 7. Вон они на хвосте сидят. Орлы. Тимур с Колей подсоединились. Двигаемся, друзья, двигаемся. Скоро начнем копать. Не переключайтесь. Не забывайте подписываться на канал. Писать комменты и ставить лайки. Взял катушку сегодня маленькую, потому что планирую шурфить, а в яме сидеть с ней получше. Как-то так. Ну что, погнали. Погнал большой, еще до него не докопался. Расширяю яму. А пока вон. Смотрите. Блин, ну хоть бы раз целую фигурку откопать. Какой-то галстук, мундир. Видите, какой-то, блин, был парнишка серьезный. Копаем. Что-нибудь довыглядит. Прибираем за любой крупный сигнал и копаем. Тут вот, опа, дедушка сниз послал Павлу меди чуть-чуть, что тоже приятно. Медь, красное золото полей, друзья. Посмотрите, кувалда какая. Ой-ой-ой-ой-ой. Вылетела. Просто весит немерено. На радость местным мужикам, которые Цезарь вот не хочет ездить со мной. За металлом. Мужики забирают. Подходили сейчас, разговаривал. Довольные. Еще бы. Так, дедушка теперь решил мне подкинуть суспензии какой-то. Посмотрите. Полфа какая-то. Что за полфа? Открывать мы ее, конечно, не будем. Был бы Влад, Влад бы сразу сказал. Давай, говорит, понюхаем. Вот такая полфа, друзья. Работаем дальше. Это генерал с нами сегодня не поехал. Пусть бобры скажут спасибо ему. Уже бы этой плотины не было. Что за дела? Речка не дышит совсем. Был цветной сигнал. И вытаскиваю. Похоже на обойму на какую-то. Похожую находил уже. Ну, вон и здесь какие-то цифры есть. Звездочка 29. Посмотрите, ребят. Крышка котелковая. Причем цвет какой-то аж бордовый вот здесь вот. Здесь зеленый, а здесь какой-то бордовый. И вот вижу что-то типа надписи. Как будто бы 44 написано. И потом какие-то буквы. Вот тут похожие на дуболевые. подошел к Тимуру. Ковыряет ямку. И вот четвертая часть, наверное, даже меньше жетона выскочила. Ну, алюминий. Бакля какая-то. Может, пекарь тоже какой-нибудь. Типа у меня. Стоп, 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 ребята. Давайте-ка проведем пару минут с поездом. Запомните. Пару выездов тройку назад откопал я вот такую вот прягу Гитлерюгент. Я ее еще не чистил. Вот она помыта водой. Просто хочу сегодня привести ее в порядок. Приятнее в этом будет уже не безызвестное для вас и глубоко полюбившееся мне средство, которое разработало для нас крымское производственное предприятие Созвездие. Пряга вообще мельхиоровая это она в большинстве своем состоит из меди. Поэтому будем использовать антикварка ППС медь-бронза. Не забываем про средства индивидуальной защиты, друзья. Безопасность никто не отменял. Больше всего мне во всем этом процессе нравится, что все предельно просто. Берем губку и мягкой стороной промакиваем наше средство. Затем наносим на поверхность нашего артефакта. Вот так вот щедренько наносим. Протипываем все как следует. После чего оставляем на минут 10-15 ждем когда состав начнет работать. Смотрите, результат сразу уже начинает проявляться. Все, кладем на салфеточку, ждем 10-15 минут, потом смываем проточной водой и затем мыльным раствором, чтобы погасить реакцию. Хочу вам сказать пару слов о плюсах данного состава. Во-первых, в нем полностью отсутствует аммиак. Во-вторых, вы можете качественно чистить ваши изделия, артефакты без повреждений. Ну и в-третьих, у вас появляется возможность чистки крупногабаритных изделий, а также таких мелких и средних находок, как данная прячка. Ну что, друзья, смываем водой и протираем губкой попута. Ну а теперь наносим мыльный раствор, чтобы погасить реакцию. Естественно, друзья, никакой пропаганды ужасов войны, только история на канале Рыболов Копать. И смываем. Ну что, результатом я доволен, друзья. При желании можно процедуру повторить. Финишное патинирование приветствует. Клейма стали более отчетливо видны. ГЕСГЕСЧ, АСМАН слева, АНДС и РЗМ. Проходите по ссылке в описании, друзья. Поддержите отечественного производителя. Данное средство станет вам незаменимым помощником в приведении в порядок ваших находок, артефактов и в реставрации. Прям приятный сигнал такой доносился. Опачки. И что мы тут видим? Видим мы цветную конскую пряжку большую. Еще до остатки ремня. большие такие не часто попадаются, кстати говоря. Так вот. Лишнее мы уберем, а пряжечку мы заберем следом. посмотрите что попадается. Такие алюминиевые очки. Мотоциклетные походу. Стекла лопнувшие. Оправки можно забрать на память. Подошел к Тимуру. Потихонечку дело идет. Смотрите бутылочку какую табл поднял. браунсберг. Все как надо. Целое самое главное. И перо майчик. Опачки. Подзатертый кстати говоря. Такой почвы убивает просто находки. Видишь у него еще сзади ничего нет. Ну ничего. Мир труд май как говорится. Так дер арбайт. Сегодня ребят история такая была. Коля не хотел ехать с нами. Он планировал в другое место поехать. А я ему говорю Коль у меня наития было что ты кольцо найдешь какое нибудь драг металловое. так что поехали с нами с Тимуром обязательно что-нибудь интересное будет. Короче вот до обеда проходили Коля пришел недовольный ни хрена нету. Пошел дальше искать. Будем надеяться что наитие было не напрасным. А вот это видео специально снимают для Паши рыболов копатель. Сегодня утром он меня позвал на коп и сказал поехали с нами ты сегодня обязательно найдешь кольцо. Ну я не поверил конечно но поехать я поехал. А теперь вот смотрите что я нашел. Это колечко. Это не первый раз он мне можно сказать предсказывает. В прошлый раз он мне сказал что я провалюсь в воду. И так и случилось. Я пошел мыть прибор и наступил налет и провалился. Сегодня блин смотрите я нашел колечко единственное не знаю что это желтое или под желтое но это не важно главный факт женское колечко такой маленький размерчик Паша привет тебе кусок обломанного лезвия от ножа рост фрай золинген и пингвины или кто там смотрите как лезвие истончено ручей подмерз даже сейчас тепло мне кажется градуса 4 уже наверное погода пляшет туда сюда пуговки вот такие в родной краски попадаются кителевые и прочая мелочевка лезет похоже на советский топор снизу зуб пошла работа по инструменту смотрите следом вот такой немецкий топорик небольшой с руку размером такой уже можно забрать интересный экземпляр маленький такой приятный металл вроде ничего я думаю что есть да Тимур вот выброс прозванивает свой и посмотрите какой прибор вылетел на 800 пробе между прочим такая вот жаль поломанная ну прикольная один старый шиллинг попадается 1796 год погнутый к тому же поехал ребят домой позвонили с работы надо еще с человеком встретиться по дороге так что заканчиваю коп до обеда вот полазил все ребята всем спасибо за просмотр до новых встреч до встречи Продолжение следует...